Тренер. В российском прокате один, на скамейке Тольяттинской «Лады» другой. Афиши клуба ярко анонсировали, Ливона Копян возвращается после долгой болезни и ведет команду к финалу чемпионата России. Ожидания оправдались. В Краснодаре «Лада» уверенно победила 34-27. Дома мотивация была не ниже. Несмотря на то, что стартовый отрезок получился равным, резервов у хозяек было явно больше, да и тактика Копян делала свое дело. После 20-й минуты «Лада» уже не отпускала преимущества, а Дарья Дмитриева по-спортивному куражилась. А вот шикарное мяч исполнения с налетом бежонства от Дарьи Дмитриевой. Это показатель того, что я могу, я сильнее. Больше Дмитриевой, то есть больше девяти голов, в этот день забила лишь Диана Голубь из Кубани. Но ее команде такая реализация не помогла. Победа «Лады» 33-28. Король после матчевых комментариев Евгений Трифилов на пресс-конференции был максимально краток. Поздравляю с победой. Позже не будет никаких комментариев. И хотя разговор с журналистами продолжился еще около 15 минут, ни слова о полуфинальной серии там не звучало. Была лишь одна фраза помощника Копяна. Сегодня обе команды выходили на победу. Нам повезло больше. Затем монолог Трифилова о жизни российского гандбола. Ну и кое-что о насущном. Прогноз на финал, в котором «Лада» сыграет с Ростов-Доном. Может «Лада» станет, может «Ростов». Хотелось бы, чтобы «Лада» стала чемпионом России. Чтоб вы добавили туда флажочек один. Первый финальный матч чемпионата России пройдет в Ростове 27 апреля. Билеты уже в продаже. Трансляция, как всегда, будет на сайте Федерации гандбола России. Впереди главные игры сезона. Ростех открывает дорогу научным прорывом и внедряет новейшие технологии. Мы поднимаемся в небо и космос. Стоим на страже безопасности и мирного будущего. Мы расширяем возможности каждого человека. Ростех. Партнер в развитии.